Одним из нововведений в работе общественного транспорта стала оплата проезда банковской картой бесконтактным способом. Так можно расплатиться в 10 автобусных маршрутах и электротранспорте. Однако, как показали первые 10 дней эксперимента, воспользоваться услугой удается не всегда. Здесь важно пока на сегодняшний день пассажирам понимать, что наличные средства с собой на всякий случай все-таки лучше пока иметь. Потому что действительно, если не работает валидатор или не работает карта, например, вдруг тоже на ней средств нет, то получается пассажир не оплачивает поездку и он должен выйти, либо оплатить наличными средствами. Плюс мы понимаем с вами, это тестовый режим, система еще отлаживается. Вторая проблема – количество поездок по электронным проездным. Сейчас поездки считывают валидаторы всего общественного транспорта, но количество оставшихся видно не везде. 30% автобусов эту информацию не печатают на выданных билетах. Контролировать оставшееся количество льготникам необходимо самостоятельно. Сегодня уже департамент дороги транспорта переходит на работу с единой краевой системой по электронным проездным. Летом точного срока пока не назову, но к лету вот эти вот все системы будут объединяться. И эта проблема просто будет устранена. В социальных сетях разгораются споры и по другой актуальной проблеме. С 1 мая автобус маршрута номер 60 был переведен в экспресс-режим. Теперь он двигается не по Докучаево, а по Якутской и совсем не останавливается на пути от остановки «Авангард» до улицы Попова. Пермики негодуют по этому поводу. Хорошенький новый автобус, 60-й маршрут. Но почему не говорили, что он экспресс? Прокатилась с ветерком мимо своего дома. Шел от стадиона до Попова без остановок. Переименовали бы маршрут тогда. Сел его на Ушакова, ехал на ПЗСП, прогулялся от кладбища до пролетарки, по лесу. Спасибо, класс! После остановки «Авангард» у нас следующая остановка идет уже улица Попова. Это достаточно большой отрезок, но за счет сокращения остановок маршрут проезжает его быстрее. При этом на тех остановках, как мы уже проговорили, остались другие маршруты до центра города. Вся эта ситуация будет проанализирована. И мы же с вами готовимся к внедрению новой маршрутной сети в 2020 году. И тогда мы поймем, насколько этот экспресс себя оправдывает. То есть, возможно, что это будет не именно 60-й, но какой-то маршрут в таком режиме будет работать. Если и вы столкнулись с проблемой передвижения по городу на общественном транспорте, запоминайте номер горячей линии 250-25-50. Любые вопросы, связанные с работой транспорта, льготными проездными документами, бесплатными пересадками, бесконтактной оплате, адресуйте в колл-центр Департамента дороги транспорта. Линия работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 250-25-50.